Здравствуйте, друзья! Перед началом выпуска «Так я слышал однажды» хотел бы поблагодарить тех, кто помогает нам морально и материально. Большое вам спасибо за теплые слова поддержки и ваше неравнодушие. Прошу тех, кто только к нам присоединился, обязательно подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Оставляйте свои комментарии, делитесь нашим видео с друзьями и близкими. Еще у вас есть возможность стать спонсором нашего канала. Для этого вам нужно лишь нажать на кнопку «Спонсировать» и следовать инструкциям. Спонсор канала получит доступ к уникальным смайликам и еще ряду плюшек, которые мы готовим для вас в этом году. С уважением, Максим и команда канала ZAN Online. Да, отдай коль хам! Ровно 251 год назад, на рассвете 5 января 1771 года, началось последнее Великое Кочевье, называемое в российской истории Тургутским побегом или пыльным походом. Тогда калмыцкие найоны во главе с молодым ханом Убуши начали переход из пределов России на историческую родину в Джунгарию. Это событие затронуло более 180 тысяч человек и раскололо наш народ на две части. Одна большая часть ушла на восток, потеряв пути тысячи человек, а вторая осталась на Волжских берегах, потеряв самостоятельность и надолго оказавшись разорванной между тремя российскими регионами – Астраханской и Ставропольской губерниями и областью войск Донского. И те, и другие калмыки, а именно это название, закрепилось за частью айратов, живших в России, мечтали о воссоединении. Ирх, Сеткюмбехля и Джелин Уссенчальчак. Если есть желание прийти, и воды Волги лужатся. До сих пор, говорят в Синдзяне, вспоминая о том, как растаял волжский лед, и люди справа у берега реки не смогли присоединиться к откачевке. А в китайских хрониках описывают, как в первые годы пребывания в Маньчжурской империи калмыки рвались обратно к вольным степям Урала и Волги. Не забывали о своих братьях и мы. В начале 20 века Синдзярский хайратов даже посетил калмыцкий зайсанг Леджин Орлуев. Хотя между нами сегодня лежат тысячи километров и 251 год истории, мы твердо знаем, что являемся сыновьями и дочерьми одного народа. Через 149 лет, в 1920 году наши предки ценуя тысяч жертв сумели объединиться и создать сначала калмыцкую автономную область, а затем в 1935 году калмыцкую СССР. В 92 году калмыцкая СССР была переименована в республику Калмыкия Хальмактанче. Сегодня мы живем на своей земле, которая имеет наше калмыцкое название, знаем и чтим символы своей республики. Да, иногда нам приходится непросто, но какие бы испытания ни свалились на наши плечи, очень хочется, чтобы каждый помнил, ценой каких усилий и жертв была добыта для нас в Калмыке. А еще прошу земляки, вспоминая о наших невзгодах, помните, что у айратов Синдзяна, ушедших в 1771 году отсюда, своей республики нет. Нет ее и у айратов Западной Монголии. Земляки мои, халимгут, берегите Калмыкию, как свою совесть и честь. И детям, и внукам своим передайте, чтобы помнили и берегли ее. Ведь на чашу весов на эту землю и ее калмыцкое название было брошено не одна тысяча людских жизней. Берегите нашу родину, чтите наше прошлое, помните о том, что было, чтобы не повторять впредь. В листе прошло рабочее совещание городского собрания по вопросам отключения электроэнергии. Заинтересованные стороны определили основные направления работы. Об итоге их совещания рассказал председатель АГС Николай Арзаев. Прошло рабочее совещание с заинтересованными сторонами. Мы обменялись мнениями, определили основные направления, которые будут рассмотрены. Задача прежде всего в том, чтобы посмотреть стратегию, посмотреть период, посмотреть программу модернизации существующих электрических сетей, всего энергетического хозяйства города, посмотреть, как выполняется эта программа, что конкретно, в какие сроки, какие объемы заложены на предстоящие годы. И совместными усилиями сделать так, чтобы подобные происшествия, когда длительные были перебои, больше не повторялись. Был рассмотрен вопрос о показании помощи тем, кто пострадал, понес материальный ущерб при перебоях электроэнергии. И совместно с МЖКХ мы обсудили вопрос возможности снижения тарифа на этот расчетный период в связи с поставкой некачественной стратегии электрической энергии. Реакция и действия администрации стали возможны после многочисленных обращений жителей города Алисты. Еще один пример про беды гражданского общества. Вместе мы сильнее. СЕРТН, СЕРСХАТН, ХАЛЬМУТН. Новый асфальт и разметка. Освещение и умные системы контроля трафика. Все это вместе с усилием контроля за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными. Это на отчетах. А в реальности... Далее рубрика без комментариев. Национальные проекты России. Безопасные и качественные дороги. Заказчик Министерства по строительству транспорта и дорожного хозяйства Республики Колумыкия. Подрядчик ЗАО УМД города Махачкалы. Ответственный Пирмагомедов ГН. Завершение работы 31 октября 2021 года. Едем? Да, поехали. Сейчас посмотрим, как оно сделано. 15 километров национального проекта дороги. Здесь правда вот... Он еще так приветливо машет, типа... 15 километров национального проекта России. Провожает в добрый путь. Обочину, да, там и не заявлено было. Там дороги, там обочина, наверное. Это отдельный национальный проект. Здесь никакая фура не остановится. Вот уже видать такие волны. Волны сделаны для того, чтобы водители не засыпали на дороге, на что можно уснуть. Шата поселок. Уже два месяца, как мы ездим по-новому национального проекта. На видео он, наверное, не передается, но волны здесь ужасные. Я не знаю. Но дальше, может, чуть лучше будет? Посмотрим будет? Ну, пока. 15 километров. То есть, сколько моих. Теометр квадратный. Три. Мне удивляет, разметки нет, знаков нет. Никаких знаков нет. А он здесь что? Запрещу. Все разрешено. Свободная степь, свободная колонки. Он стоит, он сказал. Сделан без кургана. Это древние курганы. Слева, справа, везде. Вот они обочины вообще, какие-то дороги. Уже все лады. Вот она обочина какая-то. Обочина, все. Вон, с левой стороны. Так. Здесь какие-то новые технологии. Мы пока даже не понимаем. Вот какая обочина, которая вообще. Да, с лады. Да, с лады, да. Безопасные и качественные дороги. Вот она, обочина какая-то. Кто-то рискнул выехать, да? Это трасса на Ставрополе, на Минеральные воды. На Петикорск. Да, едем в Сарскире. Считай. Да. Таким образом люди едут на Северный Кавказ. Минерные научные курорты. Думбай, Эйдбрус. Вот. Вот это новые технологии. Оба. Оба. Какая-то нормальная была дорога, как-то. Нифига себе. Это безопасные и качественные дороги. Национальный проект. В нашем колоннском исполнении. Это все, это всю зиму здесь так. А знали они когда? В октябре. В октябре месяц. Это либо... Снег выпал, потеплело, снег сошел вместе со свадьбом. Справа, что такое? Чтобы не улетели, это отбойник. Знаменитые бенинные отбойники. Теперь никто не улетит в Кавказ. Для безопасности сделан. Да, здесь без вариантов улететь. На такой скорости. На такой скорости можно осмотреться. Сто-примечательностей стены. Каждую трагину можно осмотреть. Вот туристы ходят, он собирает что-то. Или грибы, или мусор. Или грибы, или остатки, а с байкардинкой. Так, а этот... Национальный проект закончится. Так что, да, и листы бы не. 15 километров на часа. О! Кажется, можно. По российским дорогам местные знаешь. Может ездить только российские. Пробно. Как называлась организация? Пугает нам что-то. Город Махачкала. Компания Эра. Так, Эра. Открыто чуть-чуть. Так, Эра. Поехали. Улицы подробные, нет? В бордюре он так поставил. Не понятно. Он сидит слева, а он справа стоит. Видно хорошо. Слева вообще здесь. А вот здесь вот этот... Прямо? Прямо проект. Спустимся. Как люди сезжают. А здесь же не нацпроект. Здесь не поэтому не надо делать. На съезд, по-моему, да. Да. Ну, это же съезд жаловный, кто здесь. Так, наверное. Угу. 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 Он съезд жаловный. Ты вместо бордюра. Да. Ух нифига здесь. Остановки. Вот тут остановка, съездка, остановка. О, съездка, остановка, все в уши. Безопасные и качественные дороги? Начиная с самого табло. Тут смысл в том, что быстро не поедешь. Поэтому безопасно. Да? И они же... Ну, и шуриство съездок нет. Мне же сейчас ставят специальное табло, чтобы люди знали, что это именно национальные проекты. БКТ без опасной и качественной дороги. Чтобы люди гордились, что вот как хорошо делают. Да, ухуден. Так вот съезжают. Да, вот уже остановка. Вот остановка. Чтобы люди знали, куда налоги уходят. Вот сюда они уходят. Чтобы люди гордились, что у нас вот делаются национальные проекты. Ну, вот съездок это же. Все остановки. Все для людей. Вон еще одна остановка. Все для людей. Ну ладно, остановка шикарная. Ну вот еще одна. По блоке. Люди гордились. Это тогда 30 ноября, да? Да, да. Ждали. В Малодербетовском районе определены победители зимнего кубка по конной стрельбе из лука. В этом году он посвящен 80-летию формирования 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. Соревнования проводились как среди начинающих, так и опытных участников. Среди начинающих лучший результат показал Максим Циденов. Серьезная борьба развернулась в общем зачете среди профессиональных стрелков. Главный приз «Живая овца» досталась Ярославу Корженко. Он же стал абсолютным победителем соревнований. Занявшим первые места были вручены кубки и кавалерийские седла. Репутации Батухасикова наносит ущерб экологическая повестка. Общественная организация «Зеленый патруль» признала Калмыкию регионом с наихудшей экологической ситуацией среди субъектов Юга России по итогам 2021 года. Региональное руководство из года в год демонстрирует стабильно низкие результаты работы в данной сфере. Учитывая актуальный федеральный тренд на ужесточение контроля за состоянием окружающей среды, в первую очередь водных объектов в получении подобной оценки накладывают на Хасикова дополнительные обязательства по реагированию на проблемы. 5 января Назарбаевская марионетка по фамилии Такаев бросился в ноги к московскому диктатору с мольбами утопить в крови казахское народное восстание. Калмыкии, как западная часть джунгар, веками вели поединок за земли между Волгой и Алтаем и уважительно относятся к великому казахскому народу, как к могучему сопернику. Но противостояние в прошлом – сегодня только солидарность. Использовалось как предлог гнусную писанину «паскудняк» вора Такаева. Московские боевики вместе с головорезами Лукашеску и армянскими туземными бандитами сразу же занялись любимым делом – оккупацией чужих земель и охраной награбленных назарбаевцами у простых казахов богатств. В этот переломный момент калмыцкий народ желает скорейшего освобождения священной казахской земли от оккупации и жестокого наказания назарбаевско-такаевских гангстеров. За вашу и нашу свободу! Наран Кюкеев прилежно исполняет показ Петра I от 9 декабря 1708 года об отношении к начальству. Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Представитель кичерковского политического клана греется в кормушке в ожидании скорого ухода Хасикова с поста главы. Политика телеграм-канала публикуются посты в связке с провластной помойкой степные патологоанатомы Чингиза Берикова, что удивляет, принимая во внимание постоянные интриги и подковерную возню этого злобного политического гнома, который за свою сознательную жизнь читавшего вместо нормальной литературы только тома уголовных дел. Несколько слов про Берикова. Пытается быть анонимным, скрываясь под ником Юрия Манджиев в ВК, Фейсбуке и Ютубе. С недавних пор копает подминистра культуры в мужских штанах Саглару Тюрбиеву. Для чего состряпал открытое письмо работников культуры РК. Зная бесхребетность этих личностей, не стоит удивляться неожиданно пробудившейся спеси против босса. Крыша Берикова решает. Еще о содержании постов усиленно отмазывают нашего главу за срыв сроков сдачи Мишустинского дома – переселенцев. Срыв не удивляет, когда тендер выигрывает рязанская фирма-прокладка с налогом на имущество и организацией в размере 0 рублей и годовым оборотом в 200 миллионов. Для строительной компании этот оборот мизер. Фактически, стройку делала петербургская фирма с годовым оборотом в 8 миллиардов рублей. На стройке работали гастарбайтеры из Узбекистана, только часть из них была гражданами России. Никаких местных рабочих не было, но на заключительном этапе отмывали дом привлеченные местные рабочие. Давайте найдем кукловода. Все ниточки ведут к первому заместителю руководителя администрации главы республики Калмыкия, а это Попов Кирилл Дмитриевич. Совершенно случайно он оказался с Питера, как и строительная фирма-субподрядчик. Так как в Хасиковской администрации ничего не делают ради общего блага, только ради личной выгоды, поэтому узнаем размер отката. Простой математический расчет. Первоначально дом стоил 173 миллиона, через пару месяцев 215 миллионов. Откат, грубо, 42 миллиона, которые ушли в Поповский сундук. Теперь два вопроса. Что за придурки считает Смету? Это же деньги правительства Российской Федерации. Неужели нельзя без косяков хоть один раз сделать? И второй вопрос. Если девятиэтажный 54-квартирный дом стоит 170 миллионов, то какого черта захудалая больница по улице Ленина стоит как шесть таких домов? Из телеграм-канала Вольный Улуз. Ну а в ближайшую неделю обещают холод, метель и прочие радости. Надо понимать, что населению надо готовить аккумуляторы, свечи, спички и запасать воду. Перед Новым годом отчаявшиеся грозились прийти ночевать у Хасикова. Интересно, кто-нибудь дошел? Если опять случится катаклизм ЖКХ, власти города и республики опять будут разводить руками и трещать про героизм рядовых ремонтников. Сами же они опять будут ни при чем. Вообще ни при чем. На этом пока все. С уважением, команда канала Азан Онлайн. Подписывайтесь на нас и делитесь нашим видео. А также становитесь спонсорами нашего канала. Всего вам доброго. Этим коротким видео я хочу прорекламировать рекламу на своем канале. Уважаемые земляки, хоть я и говорю, что у нас есть команда, но по факту автором, редактором, оператором, монтажером, руководителем и еще много кем другим являюсь я сам. Размещая рекламу на нашем канале, вы поможете нам собрать профессиональную редакцию, состоящую из журналистов, операторов, редакторов и многих других профессионалов, которых нам так не хватает. Канал Азан Онлайн с июня 2021 года изменил график выхода видео на нашем канале. Теперь видео выходят почти ежедневно, и одному подобный темп мне держать становится невозможно. Сразу оговорюсь, я против рекламы пятейных заведений, игровых и букмекерских контор, всяких пирамид. Как бы они ни назывались и сколько бы они ни обещали. Также мы не рекламируем ничего политического, потому что про политику я говорю только свое мнение и только бесплатно. Мой канал смотрят те, кто интересуется улучшением мира вокруг себя, саморазвитием, историей и традициями нашего народа. Аудитория не очень молодая, больше всего людей старше 30 лет, ну а детей до 14 лет вообще нет. Цена за ролик до 30 секунд обойдется вам всего в 1000 рублей. Дорогой зритель, отправьте ролик знакомому предпринимателю, может он закажет у нас рекламу. Подробности по телефону 8 961 547 7664. С уважением, Максим и будущая команда канала ZAN Online. Субтитры сделал DimaTorzok